здравствуйте уважаемые друзья вы на первом городском это проект интервью дня меня зовут иван дычаг сегодня у нас в гостях бита клеветенко мастер народного творчества украина где-то здравствуйте здравствуйте но наша встреча сегодня не случайно потому как она связана с фестивалем весна руданы которая проходит в нашем городе уже не не первый год скажем так а вот как она связана хочу чтобы ответили вы но сегодня выставочном зале городском собрались все участники и победители фестиваля народного творчества весна руданы это уже пятнадцатый фестиваль он проходит весной у нас в городе и вот сегодня выставочном зале вручали дипломы победителям этого проекта ну как все прошло скажете ну чудесно прошло мы встретились с коллегами с друзьями с мастерами пообщались посмотрели чудесную выставку в этом году очень много участников приняла в этом фестивале очень много работ но был очень жесткий отбор вот потому отбирали и по каким критериям ну я не была в членах жюри скажем так ну выставочный зал там ограниченное помещение и туда попали самые лучшие работы изделия и бисероплетения и солома ватенанка вышивка очень шикарная выставка большой спектр давайте поговорим немножечко весне руданы вы не первый год принимаете участие участие там да да не первый год я принимаю участие также мои ученики принимают участие в этом фестивале и также я уже третий год готовлю сувениры для награждения победителей этого фестиваля два года мы делали тарелку с петриковской росписью в этом году захотели что-то другое оригинальные сделать и сделали вы захотели соответственно ему и ваша идея победил ну скажем так мои заказчики я сотрудничаю с управлением культуры кстати очень небольшой вклад внесла над сознать над созданием этой формы стрига наталья викторова начальника управления культуры она посоветовала посоветовала разнообразить скажем так в этом году эту форму у нас был символ логотип скажем так ну весна руданы подписано там спичкой все красиво но она изъявила желание взять именно за основу эти цвета голубой такой небесный цвет небо весеннего но сейчас как он выглядит ну такая вот квитка на подставке вот кстати очень всем понравилось ну я считаю что довольны понимаете но действительно в основном данные такой фестиваль который в нашем городе на слуху во первых идите там выступают и принимают участие очень талантливые люди давайте поговорим в принципе о вот таком понятии как народное творчество что вы в это понятие вкладываете но скажем так я считаю что на сегодняшний день мы стараемся как можем чтобы изберечь те традиции которые нам достались с поколения предыдущего мы изучаем чтобы не не отойти скажем так от тех стереотипов у нас в городе есть свой уже осредок официально зарегистрированный все наши мастера активно принимают участие во все украинских выставках мы ездим и в киев принимаем в из выставки крошит вверх руку наших мастеров входят в этот каталог работы наших мастеров скажем так голова нашу осредку целюбас марьяна анатольевна она скажем так собрала нас всех вместе мы очень благодарны за это что скажем так у нас уже в городе есть мастера которые действительно у нас уже есть повод и собраться и передачи которые объединились мастера чего давайте для всех наших телезрителей ну смотрите у нас много и вышивки мастеров по вышивке и ватенанка у нас есть и керамика у нас есть роспес петриковский роспес у нас есть лялька мотанка то есть достаточно большой 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 давайте поговорим чем занимаетесь конкретно вы и чем занимаются ваши ученики я занимаюсь петриковской росписью но это не случайно не случайно потому что я родилась на этой земле петриковской земле в кривом роге я живу с 95 года приехала сюда на обучение и осталась здесь здесь и работаю у меня тут уже свои ученики есть я им передаю свой опыт хорошо как когда вот вообще наш город для того чтобы развиваться в этом направлении как-то способствует как думаете такой промышленный центр ну конечно я скажу так что криворожане очень любят я скажу за за свою отрасль именно за петриковку потому что когда на фестивалях приглашают наших петриковских мастеров активно все скажем так и покупают сувенирную продукцию и восхищаются ну криворожане очень любят этот вид искусства и оценивают и любят и сейчас кстати у нас в краеведческом музее выставка петриковских мастеров я являюсь организатором этой выставки в ней приняло участие более 15 мастеров с петриковки это более 100 работ как долго продлится выставка к сожалению уже недолго потому что она открылась 16 марта она будет до 24 апреля понимаю но но есть еще есть еще время да давайте поговорим о том что петиковская роспись у нас если я не ошибаюсь каким-то образом уже была внесена в юнеско да 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 в 2013 году я считаю это очень большая заслуга большой плюс для украины в том что у нас юнеско при дало статус петриковской росписи нематериальной культурной культурных наследия человечества да что это нам дает ну я считаю это большой престиж скажем так что нас туда ну приняли признали нас и уже даже вот насколько я помню прошлом году приняли казацкие песни днепропетровщины тэш утрима пины нематериально культурного спачки на людство наверное это просто к это популяризация украины на да да на мировом уровне да 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 хорошо давайте давайте вам о вас тоже немного поговорим как к вам пришла вот эта любовь кроме того что вы в таком крае родились ну вот не как вы поддерживаете вот то что делаете и что вас вдохновляет на новую работу ну скажем так вот чем-то меня это роспись завораживала еще с детства я смотрела на эти расписные шкатулки тарелки они были раньше почти в каждом доме еще при советском союзе каждый из нас помнит что какие-то тарелки на черном фоне ну были особенно у нас на в днепропетровской области это точно уж но хотя они тогда уже уже шли на экспорт и за границей их уже тоже знали вот и я хотела мечтала научиться этому виду а у нас петриковки многие рисуют и занимаются хотя они все как думают другие люди что петриковки рисует каждый человек нет это не так ну я вам скажу так ну это реально научиться любому человеку раньше так и получали образование допустим после школы шли на фабрику дружба называлась она еще тогда фабрика дружба обучали проходили краткий курс какой-то там ну полгода и уже были они скажем так расписывали эти сувениры и была у них какая-то профессия этому несложно научиться важно знать секреты да там они есть есть конечно хорошо кто кто ваши ученики даже больше хочу спросить о возрастном центре вот о ком говорим не ну значит я сейчас работаю в центре научно-технического творчества металлургического района раньше это называлась станция юных техников вот у меня более 60 человек учеников сколько более 60 значит это с 1 там по 11 класс учащиеся да это внешкольные учебные заведения ну я скажу так что очень много людей разных возрастов обращаются ко мне ну на мастер-класс или на какие-то вот ну курсы скажем так обучиться уже много даже людей и в возрасте хотят для души освоить а вы общались а зачем зачем они приходят а вы знаете им это настолько нравится что ну я вот по себе ну может я потому что настолько вот люблю свою работу скажем так вот я счастливый человек потому что я люблю свою работу для меня это просто как ну я не знаю смысл жизни ну да определенный смысл вот и они говорят вот это настолько захватывает и особенно вот сейчас когда вот такое непростое для нас время людям хочется немножко отвлечься от и вы заметили что вот когда у нас это было в 2013 году такой переломный период начался ну кризис то очень много разных фестивалей музыкальных и гастролей было что ну некоторые люди может быть говорили это немножко и не кстати а наоборот был такой всплеск вот этого вот народного творчества вот именно людям хотелось немножко отвлечься от все от неприятностей от каких-то тяжелых моментов жизни хотелось красоты то есть такой психологический аспект раскрыл да 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 хорошо давайте поговорим о том что насколько в народное творчество мы говорим о в ребятах которые приходят к вам это школьный возраст в основном да 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 а как 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 вы им объясняете вот зачем это нужно они то еще не понимают чего там успокоиться да о каких проблемах забыть но это еще дети ну вы знаете они приходят все по своей воле это не так как в школе урок рисования допустим вот надо и все обязаловка какая-то а у меня урок ну занятия проходит в такой мирной дружелюбной обстановке все они сидят себе тихонько работают и детей ведь не обманешь и не заставишь то есть им нельзя внушить что это вам надо и вот давайте мы будем учиться они искренне приходят им это нравится и они это делают если мы поговорим немножечко об истории если вы компетентны вообще принципе о том откуда пошло это все ну значит вот я расскажу так как я сама родом с петриковки это селение основал кашевой атаман запорожского войска петро колнышевский в честь него и назвали это селение петриковка там жили только свободные селяне они не были под гнетом крепатства да как сказать да вот и они хотели украсить как-то свой быт у них было время свободное скажем так вот и петриковка сначала изначально зародилась как настенная роспись потому именно традиционная петриковка она на белом фоне расписывали стены белой хаты сначала белили их потом расписывали растительным орнаментом не было красок это были цветные глины настой разных трав и делали скажем так кисти с кошачьей шерсти кстати до сих пор мастера по петриковки делают кисточки себе самостоятельно с кошачьей шерсти это отличительная черта петриковской росписи вот именно там такие ажурные листочки нельзя никаким другим инструментом это все передать вот так значит расписывали хаты вот но желающих было много чтобы у всех была красивая хата они все владели этим искусством это были там ну допустим некоторые мастерицы которые ходили даже и нанимались там у каждого весной был даже конкурс чтобы какая у хата у кого краше было такое читала в литературе что даже у кого не было расписано хата всем даже не здоровались вот постепенно это настенная роспись перешла на бумагу потому что уже внутри начали украшать печь малевками скажем так и потом перешла на деревянную посуду сундуки там девчата там приданные туда складывали расписывали сундуки сейчас такой скажем так петриковка снова в моде даже вот как никогда и она уже возрождается вот у нас петриковки настенная роспись у нас есть там проект где некоторые дома скажем так расписывают орнаментом чтобы привлечь и туриста хотя привлечь даже наших людей которые просто должны увидеть это и как-то действительно задуматься когда давайте поговорим о том что у нас прям стоит на столе хочу поговорить об этом я принесла вам сегодня подарок в честь скажем так но приближающихся праздников это пасха и вот такой сувенир хочу подарить вам на память обо мне о нашей встрече вручайте пожалуйста телеканалу первого городской обязательно передам скажите вот какие давайте посмотрим за какие тонкости здесь вот есть скажите то я понимаю что это ручная работа что это эксклюзив второго такого абсолютно нигде в мире нету но вот где в чем сложность хотя бы вот можете описать и что это обозначает даже не просто рисунок я уверен ну смотрите ну во первых вы правы что другого такого нельзя создать потому что петриковской роспись рисуется одним мазком вот это копию нельзя создать во вторых там вложена туда душа потому что петриковка ну и вообще само народное творчество искусство оно невозможно без души вот каждый мастер каждый художник вкладывает туда свою частичку души давайте поговорим еще у нас есть немного времени но давайте поговорим еще о патриотизме и народном творчестве насколько это эти два понятия пересекаются и одно без другого не может и конечно же вот когда вот вот ко мне приходят ученики через петриковскую роспись скажем так мы прививаем патриотизм почему потому что я считаю что мы должны гордиться что у нас на украине есть такой вид искусства который которые знают далеко за пределами нашей украины и ценят даже больше чем у нас здесь охотно принимают наших мастеров на заграничных каких-то там выставках вот и я считаю что ну наши ученики они гордятся тем что именно у нас такое вот есть такой вид искусства но впитывают понимаю давайте поговорим у нас очень коротко народное творчество криворожье вот если под сделать какое-то определенное резюме вот что это кроме росписи какие мастера у нас есть ну скажем так у нас очень разнообразие большое этих видов народных всех ремесел и я считаю что ну все ну как бы сказать все важны и все нужны ну да и все мы работаем скажем так как педагоги и передаем свои навык навыки нашим ученикам я думаю что это и будет не умрет это будет продолжаться из поколения в поколение ну благодаря вам наверное действительно так и будет я желаю хорошей выставки вам спасибо большое я желаю чтобы действительно много людей особенно молодых людей побывали посмотрели на эти замечательные работы в выставочном зале кривого рога давайте напомним до которого числа проходит выставка в крае в краеведческом музее до 24 числа друзья не пропустить еще раз спасибо огромное спасибо за подарок наступающими праздниками напоминаю что у нас в гостях сегодня была вита клеевитенко мастер народного творчества украины меня зовут ван дычак оставайтесь на главном телеканале грибас увидимся